Валдайский форум С сегодняшнего дня погас свет в Кишиневе почти полностью. Непонятно, почему он погас. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Ну да, вы знаете, я почему об этом говорю? Потому что во всем всегда обвиняют Россию. Где-то свет погас, где-то туалет не работает, извините, где-то еще что-то. Во всем виновата Россия. Молдова на самом деле вынуждена экономить, потому что теперь покупает электроэнергию у Румынии. А это дорого. Власти даже выпустили специальную брошюру в помощь населению «Как жить в полутьме». Расскажет и покажет наш корреспондент в Кишиневе Ирина Пивоварова. Кишинев в 18.30 полностью стемнело. Обычно фонари на улицах включали с наступлением сумерек. Сейчас в час пик люди спешат домой в полной темноте. Столица Молдовы экономит. Уличное освещение зажигается не раньше восьми. Оселить дорогу, когда вокруг мрак, помогает свет в окошках до автомобильной фары. Водители призвали пешеходов через соцсети включать фонарики на телефонах тогда, когда не переходят дорогу. А еще лучше надеть одежду светлого цвета. Так больше шансов спасти свою жизнь тогда, когда проезжая часть не освещается. Полиция просит граждан не терять бдительность. А граждане тем временем не теряют чувство юмора. Кишинев достаточно, я бы сказал, безопасный город. Поэтому по статистике, если вы знаете, преступление происходит не там, где темно, а потому что ворам тоже нужно видеть что-то. Главная рекомендация полиции – поздно ночью не ходить. А если попали в темный переулок, прижимаем сумку покрепче. Если вдруг заметили слежку, тогда меняем маршрут и бегом в многолюдное место. Самое светлое место в Кишиневе – парк возле кафедрального собора. На главном храме страны и колокольне подсветку полностью не выключают. Мы приехали из Индии. В городах у нас свет есть. А вот в деревнях также темно. Можно как-то экономить в другое время. Я даже не знаю. Как раз люди с работы идут, и темно. Выбрали неудачное время просто. Тамара Дмитриевна и Владимир Юрьевич недавно получили платежки за свет по новому тарифу. Его повысили с 1 октября. Потрачено у нас 280 киловатт на 882 лея. 882 лея – это около 3000 рублей. Год назад за электричество платили почти в три раза меньше. Теперь ради экономии пенсионеры будут реже включать электроплиту. Перейдем на сухие пайки, чтобы экономить. Будем какие-то галеты покупать, не знаю, сырки плавленные. А может быть, не знаю, что-то будем покупать, чтобы не варить. Ну, на то сэкономим, потом пойдем в больницу, желудок лечить. Центральное отопление в Кишиневе еще не включили. Поэтому в квартире в зимних куртках. Обогреватель пока в шкафу. Ведь даже лампочку лишний раз включить – теперь роскошь. Пенсионеры живут на третьем этаже. И это в ближайшем будущем может стать преимуществом. Не исключено, что вечером с 6 до 11 в многоэтажных домах будут отключать лифты. Такую рекомендацию дают власти Молдовы. А теперь представим, что на 15 этаж поднимается пожилой человек или мама с коляской. Назад в 90-е молдавские власти не исключают веерных отключений электричества. Я с пустой коляской не смогла пройти и половину. Это седьмой этаж. Все, я больше не могу. В этом случае первыми под удар попадут села. Города поберегут. В них немало социальных учреждений. Поэтому при самом худшем раскладе в полную темноту Кишинев погрузится в последнем. Ирина Пивоварова, Андрей Шура. Программа «Вместе. Молдова». Программа «Вместе. Молдова». Программа «Вместе». Продолжение следует...